Для баскетболистов Самары матч против ЦСКА-2 не должен был стать проблемным. Волжане одни из лидеров Суперлиги, а вот столичные гости располагаются в таблице чуть ниже середины. Начало матча тоже подтвердило эти ожидания. Однако затем самарцы почти 6 минут не могли набрать очков, благодаря чему на первый перерыв в качестве лидера ушли армейцы. Я считаю, мы плохо сыграли в защите один в один. В ключевые моменты нам забили. Ну и в нападении, конечно, у нас как-то не клеилось, не выполнили установку. И открытые несколько бросков, которые надо было забивать, мы промазали. Во второй четверти хозяева сделали рывок 13-0. Далее набранные темпы игроки Самары не сбавляли. Контролировали ход встречи и четвертую четверть начинали с преимуществом в 14 очков. Однако в ней волжане больше 7 минут ни разу не поразили кольцо соперников. А вот армейцы набирали очки стабильно. Это привело к тому, что ЦСКА за 10 секунд до конца вели плюс 2. Спастись самарцы смогли лишь благодаря чуду броску Дыбовского на последней секунде. В дополнительное время улучшить реализацию бросков у Самары не получилось. И москвичи создали себе задел в 7-8 очков. И в этот раз победу уже не упустили. Команда была сильнее, команда была агрессивнее, настрой и все такое. Мы проиграли по делу. Мы проиграли во всех опциях. Мы проиграли большими, так нельзя играть. Итог 65-74. Первое домашнее поражение Самары в этом чемпионате. Но волжане продолжают быть среди лидеров Суперлиги. В турнирной таблице команда расположилась на втором месте. Следующий матч Самара проведет тоже дома. В воскресенье 7-го февраля. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.